В два часа ночи под окнами первой пожарной части, расположенной напротив краевого музыкального театра, загорелся двухэтажный деревянный дом. Огонь появился в той половине, которую расселили после предыдущего пожара, под плановую реконструкцию. Но оказалось, что в двух квартирах тут по-прежнему живут люди. Одну из них снимает молодой человек. Пожарным он рассказал, что у соседки в кухне запасы пропана, которые могут вот-вот взорваться. Самой женщины дома не было. Она уехала в гости к родственникам. Там два баллона с газом в квартире. Соседний. Дайте мне противогаз быстро, я сейчас все решу там. Все решить самому жильцу не разрешили пожарные. Но дыхательную маску дали, чтобы он показал, в каком именно месте стоят взрывоопасные емкости. Эвакуированы были три газовых баллона. Огонь появился под крышей. Не исключено, что причиной ЧП стала неисправность электропроводки. От скачка напряжения заискрили провода под крышей и соседнего, стоящего за противопожарной стеной деревянного дома. Разбуженные шумом, жильцы вовремя отреагировали на опасность и самостоятельно залили тлеющие доски водой. Чтобы обесточить горящий дом, вызвали сотрудников энергослужбы. Но они отключили таковедущие кабели лишь спустя час после начала пожара. За это время площадь возгорания выросла с 40 до 150 квадратных метров. О ликвидации пожара спасатели сообщили диспетчеру лишь в пятом часу утра. С места происшествия Денис Коршунов, Евгения Куликова и Павел Рогатин.